Приготовили ли какие-то поздравления к приезду Алексея Мирончука? Все-таки приезжает победитель Лиги Европы. Мы все его ждем. Очень приятно, что наш игрок выиграл Лигу Европы. Поздравить его и будем ждать игры с Реалом. А так все ждем, Алексей. Вы давно не попадали в сборную из-за трамп. Какие ощущения в целом? Может быть, кому-то больше всего скучали? Как Валерий Георгиевич встретил, когда он наконец приехал? Я, наверное, очень соскучился, потому что я сколько-то два раза пытался приехать и не смог из-за трампы. А второй раз уже после игры с Ростовом как раз не смог приехать. Уже там был небольшой дискомфорт по голеностопе. А сейчас очень рад, доволен, что приехал и очень скучился по Георгиевичу, по всему тренингому штабу, по игрокам. Охота вспомнить, как играть в сборную, что ты одеваешь майку в сборную и защищаешь все страны. Как Валерий Георгиевич встретил, как раз-таки, может быть, с шуткой, что просто пропускали из-за трамп. Ну да, он мне сказал, наконец-то приехал. Я говорю, да. Игорь, понятный сборный нельзя не спросить о прошедшем сезоне в РПЛ. На ваш взгляд, один из самых интересных сезонов это был? Развязка вас удивила? Ну, я могу сказать, да. Если взять концовку, наверное, одна из самых интересных концовок в РПЛ. Еще же был, когда ЦСКА тоже с Локомотивом играли по соревнию, когда выиграли. И вот этот год тоже был интересный. И даже тот же кубок был интересный. Вчера после игры, его вчера на игре были, смотрели, как Балтик атаковал, как Винит играл. Была интересная игра. Болели сколько? Болел ЦСКА. Кстати, Ваня Сергеев сегодня впервые приехал в сборную. Его поздравили уже с Суперкубком. И как-то прокомментировали тот момент, когда он после ворот вчера не попал. Да, мы его ворот, конечно, поздравили, приветствовали. А по поводу того момента, когда он не попал, он сказал, мимо ударился. По поводу вашего приезда, мы видели, что вы приехали на одной машине защитников в Спартака, Никиты Черновым. Уже даже предсказали, что будут заголовки, защитников ЦСКА, Спартака, вся история. А как так получилось, почему вы приехали вместе? Ну, на самом деле, мы приехали вместе, но только что было до этого, потому что я подъехал бы даже с Арбалма, с девушкой, и я вышел, и Чир как раз подъезжал на машине, и он меня забрал, и заехали. А я уже сам придумал то, что сейчас скажут, что игрок в Спартака и ЦСКА приехали вместе в Гурмэ. Для него это тоже особенно выезд, все-таки, столько лет мне вызывался, что вы можете про это сказать? Я помню, он последний раз по капеллу же вызывался, и Чир узнавал, что-то как здесь, и понятно, ему помогаем, адаптироваться, и рассказываем, что-то как, и там по именно требованиям, и Георгиевич как он, что он спрашивает именно в плане, и как надо играть защитнику, как выдвигаться, как атаковать. Я так, что помнил, и сказал ему, понятно, и ничего, Чир молодец. Как оцените, как раз уже говорили про сезон, как оцените сезон по ЦСКА, чтобы стало причиной, как у нас, как у нас, как у нас, как у нас. Давайте мы здесь будем разговаривать про сборную, а не про ЦСКА. Хорошо, впереди Евро, будете смотреть, вам будет посетить, и кто фаворит? Как это может быть, если вы будете посетить? Фаворит на Германии, я думаю, понятно, болеть точно буду, но не по этому. Болеть буду, наверное, за немцев, за испанцев, за португалцев, за португали. Почему вы в Германии болеете? Играй дома. Да. Ну, я не у них сильный сборный. Сборный сильный? Положим, может быть, один. Игорь, вот за последние два года играли дома на выезде, дома успешно, побеждали, на выезде побед нет практически вот уже два года. С чем вы это связываете перед встречей в Минске? Успели порассуждать на эту тему? Почему на выезде не получается победить? Что нужно для этого исправить? Я, наверное, не знаю, на этот беде, потому что я не был именно в тех матчах. Я не помню. Собственно, как они заканчивались даже. Я вспомнил, что Костя Миронов, как играли, это домашние, играли. Сервами, помню. Войны. Ну, там, может быть, поле было. Ну, хотя, как можно на поле, смотрим, что-то говорить, когда две команды. Не знаю, не могу это на это упустить. Спасибо. Спасибо большое. Никит, это твой первый вызов за долгое время. С какими чувствами, эмоциями возвращаешься в сборную уже в другом статусе, в статусе защитника с футболка и опытного игрока? На самом деле, приятно. Понятно, что прошло много времени с последнего вызова, но, не знаю, хочется показать свое лучшее качество, вот, и, не знаю, продемонстрирую тот футбол, который, условно, я играю в сборной. Поэтому настроение самое прекрасное, можно сказать. Поэтому будем работать на максимуме. Наверняка успел пообщаться с Валерием Карпином. Как он тебе в общении? Ведь до этого вы еще не пересекались. О чем был этот разговор? У меня таких прям индивидуальных бесед каких-то не было. Все было на поле. Вот, рабочий подсказ, поэтому так пообщаться не удалось. Но, я думаю, в целом, все понимают, в какой футбол играет в сборной, какие там, понятные, свои нюансы есть, но потихоньку втягиваюсь и с каждым в нем все лучше и лучше понимаю. Сегодня на тренировке мы видели в деле Виктора Анопка. Как он вам на футбольном поле еще тянет? Видели, и ускоряется, и передачи неплохие отдает? Не знаю, советую, всегда в порядке. Поэтому на каждом тренировке это еще и за клуб был, когда я давно-давно в ЦСКА играл. И сейчас, поэтому, Савельевич, Савельевич всегда в порядке. 55 лет, как такое вообще, возможно? Вы сможете держать такой уровень? Хотелось бы, если честно, но, не знаю, я думаю, Савельевич поставь сейчас, он не испортит точно. Коллеги вот сказали, что, по-моему, вы последний раз вызывались при Капелло в сборную. Атмосфера сейчас, атмосфера тогда. Понятно, что много времени прошло, все поменялось, но вот если что-то сравнить? Ну, если так, на первый взгляд, наверное, то тогда было более, наверное, больше опытных игроков, таких более, ну, за 30. Вот, понятно, что там уже легенды нашего футбола на данный момент, вот, которые закончили уже большинство. Но, понятно, может, вытекает дедовщина, может, шутки там были. Сейчас более молодой коллектив, поэтому, не знаю, у него как-то легче, если новенький, только приехал, легче у него входить, вот, осваиваться. Вот, а я хотел спросить, чувствуете ли вы себя новеньким, несмотря на весь опыт? Да нет, на самом деле, просто много знакомых ребят, не знаю, постоянно пересекаемся, поэтому, не знаю, мне комфортно максимально. А тогда, как раз-таки, при Капелло, когда ты дебютировал на сборную, это была игра против сборной в Беларуси, если ты помнишь, сейчас опять в Беларуси, какая-то получается особенная команда для тебя? Ну, видимо, что да, потому что я тоже смотрел где-то, наткнулся на эту новость, что и число, по-моему, 7 июня одно и то же, вот, с разницей там 8-9 лет, не помню, вот, поэтому, да, такая, ну, это такой интересный факт, и надеюсь, что все закончится как минимум так же. Что можешь вообще про эту сборную рассказать? Знаешь ли ты каких-то игроков, кто лидеры этой команды, к чему готовятся в сборной, к чему готовятся болельщики? Ну, конечно, безусловно, знаю несколько ребят, вот, тут же Лисакович, нападающий, вот, пару человек с Урала, знаю, там играют, вот, поэтому такая крепкая боевая команда, вот, тем более, они играют на домашнем стадионе, я думаю, что в любом случае будет поддержка, и я думаю, они покажут свои сильные качества, вот, но мы едем туда, только за победу, поэтому, сделаем все возможным. А ты хоть и не вызывался, но наверняка следил за играми сборной вот за эти последние два года, интересная статистика, дома практически всегда побеждают, на выезде побед почти нет. С чем ты это связываешь, что нужно исправить, чтобы, наконец, победить первый раз за последние два года на выезде? Ну, честно, даже не могу сказать, вот, я ходил тоже на домашние наши игры, в целом, ребята, я думаю, что и стадион, то, что домашние народы всегда приходят, там, по 40 тысяч, вот, играешься дома, поэтому все родные и близкие, я думаю, это все равно какой-то еще такой более мотивационный фактор, можно так сказать. Вот, на выезде с Кени, там, они в Турции играли, я не знаю, с фанатами, с фанатами, вот, там, как ребята говорили, поле тяжелое там было, вот, поэтому, вот, хотелось бы какие-то оправдания сейчас находить, хочется просто выйти, показать свой футбол, вот, чтобы ничто не мешало. Ну, да, безусловно, за всех своих ребят, которые, ну, там, участвуют, понятно, что я сержант один сейчас, один участвует, полный спорта, но, да, будем болеть, переживать, тем более, такая страна для нас не, ну, можно сказать, братская, поэтому, да, будет. На тренировке Матвей Сапонов, Игорь Девеев, все-таки, показалось, что кто-то над ним подшучивал, кто относительно. Да нет, да, не знаю, все-таки чуть-чуть, может быть, может, просто видно, что он не хочет особо, может, над тем разговаривать, и тоже хочется, не хочется как-то его отвлекать, вот, тем более, скоро игра на носу, поэтому, как-то все так отстранены, все-все, может быть, понимают, но, сказал, все будет потом, все, будет потом. Никит, мы знаем, что вы вчера ходили на финал, суперфинал Кубка России, расскажи, за кого болел вообще, как этот поход случился для сборной, что-то интересное, может быть, во время него произошло? Не, ну, просто в группе написали, ребята, едем на игру, вот, в целом, я думаю, что такое нужное дело, вот, тем более, такая игра, конечно, переживал за Балтику, не будет скрывать, и, как минимум, потому что я там играл какое-то время, вот, вот, и, не знаю, я думаю, что ребята молодцы, выдержали, но, понятно, что по таким прессам, четвертую или пятую игру невозможно уже выдерживать, вот, и когда-то эта магия должна была закончиться. Возникаем, что вчера здесь должны быть мы? Ну, у меня лично, да. Ваня Сергеевич, как раз-таки, после победы в Кубке приехал, как-то поздравили его по-особенному? Ну, по-особенному нет, просто поздравили, да. Я думаю, Ваня уже устал проекционировать награды, вот, все пишут, что он все выиграл, но, вроде, не все выиграл, как бы, Панел не выиграл. Вот, вот, тоже я заметил этот факт, поэтому не прошел он еще до конца. Все? Александр, какие эмоции от вызова? Все хорошо, рад быть здесь. Как настроение сказано, что конец сезона, уже все хочется, может, в отпуск небольшой пауз? Абсолютно не с нас здесь. Что знаете про сборную, Влада Руси? Ну, только одна теория была, поэтому немного. Но будем анализировать, готовиться. Вы раньше начали тренировку, то есть было меньше теорий, получается. Любят такое игроки? Ну, когда меньше теорий, больше больше. У нас так же, да. Да? Вы сказали, что поменьше теорий было. Нет, у нас так же все, просто пораньше вышли. Александр, во время двухсторанки мы видели, вы общались с тренером Братарея Капанова. О чем этот был разговор? Потому что диалог, как оказалось, был долгим, насыщенным. Про жизнь просто разговариваю. Без подробностей. Сегодня в составе бегал Виктор Анов, ему 55 лет. В этом году выглядел нехудостойный. Согласен, конечно. Как вы ему подсказываете, как вы с ним общаетесь? Кричите вообще на него? Я стараюсь не кричать на него. Ну, как это же подсказать? Должените. Лево, право, советично. Савельич, Лево, право. Товарищ Капанов предположил, что когда вы соберете все в сборной, то Матвей Сафонов, может быть, вратарям, вратарскому целу расскажет, в цеху расскажет про возможности посажали. Говорил ли он уже вам? Нет. Ничего не говорил? И вы ничего не спрашиваете? Нет. Не может быть? Не спрашиваете. Александр, как вам конкуренция с Ланкратом, с Сафоновым? Чувствуете, что серьезный соперник? Я не задумываюсь, работаю. Стараюсь сто процентов продавать себя, а там посмотрю, куда дальше идти. Скажите, Алексей Миранчук стал обладателем Лиги Европы. Он сегодня приезжает, может, с ребятами способен договориться его встретить? Честно, я не задумывался даже, может, и встретим, не знаю. Ну, поздравим, в любом случае. Подарок, может, какой покачать или сюрприз строить? Он ночью приезжает? Какой подарок? Ну, не знаю, например, в номере всем спрятаться. Мы подумаем. А вообще, как-то способен вы будете к нему относиться? Все-таки звезда уже, победитель Лиги Европы, таких сборных, пока что до этого не было. Я не знаю, честно. Честно, надо ответить на это. Оксан, вы так часто просто общаетесь со СМИ. Поэтому как бы вы подвели итоги сезона для Спартака? Попозже про Спартак давайте сейчас. Конкретно по вам отличная весна. Вы вообще уже несколько раз признавались лучшим игроком месяца по версии болельщиков. Вы чувствуете, что вот сейчас сборная и в клубе тоже вы переживаете, возможно, лучший момент своей карьеры? Спасибо, у меня очень приятно. Я ничего не чувствую, честно, я живу в сегодняшний день, поэтому готовлюсь к игре из Белоруссии. Как сходили на футбол? Понравились, хорошая игра, интересная. Спартаком был бы интереснее фонарик? Ну, это уже что-то, не знаю, сейчас не могу. Погуляем веселье. Саша, если прощения по своей форме, ты можешь сказать, что форма, в которой сейчас находишь, это нам лучше. Потому как ты себя ощущаешь на поле, насколько ты в себе уверен. Какие компоненты вы покупали? Скафанов, как сказал? Может, не могу сказать. Может, лучшая форма может быть перед нами. Тяжело себя оценивать. Тяжело себя оценивать. А кафанов что делает? Не разваливание. В Белоруссии какие же планы есть? Желание пошопать, сходить. 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 Лен. Сал. Драник. Да. Драни как можно поесть? Ну, немного. Картин разрешит? Ну, немного. Он вас на бокал, на шоке жировой. Крабукасу досталось. Не, не, не досталось. Пока что. Уже как-то обговорились в Тальченко. Картантом по игре «Сборная Белоруссия». Пока еще нет. Еще не разговаривали на тему. Коллеги, два последних вопроса. Если есть. Все, про драник и спросили, да? Самое важное. Рад прошу. Вам спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Юрий, какие первые эмоции вызовов сборной? Не, не устали. Приезжать сюда всегда для меня радость. Большая честь. С нетерпением ждал, когда начнется сбор. Юрий, можно спросить? Угу. Спасибо. Мало дефицит крайних защитников, как-то это ощущается? Где мало? Сборность? Да нет, достаточно. Вроде три человека. Ну, вызвали сначала пятерых. Да, какие-то травмы у нас случились, но ничего. Есть люди, которые могут закрыть эту позицию. Виктор Савельчанов получил, да? Да, у него неплохо получилось. Как вам с ним? Я не видел на поле взаимодействия. Да, и в одной команде играли против. Как общались? На «вы». Ну, как вообще его физическую форму оценить? Как он в игре, его передача, его ускорение? Ну, класс виден всегда. Понятно, там, какие-то физические кондиции – это совсем другое. Но отдать передачу, принять – видно уровень. В сборной Беларуси, не знаю, играли ли вы ранее против нее? Что вы вообще можете сказать про этого соперника? Каких, может быть, игроков знаете? Может, уже вам рассказали, в какой футбол эту сборную предпочитают играть? Ранее не играл, но знаю некоторых футболистов. Некоторые играют со мной в «Крылье Советов». Причем достаточно много матчей они уже провели за сборную. И когда они там приезжали с отборочных матчей, рассказывали какие-то эмоции, ощущения. То есть в целом знаю, как они играют и знаю некоторые футболисты. Со своими партнерами, которые выступают за сборную Беларуси, вы общались по поводу этого матча, что треситесь. То есть сыграли тридцатый тур РПЛ, но вы еще будете пересекаться? После игры, именно после тридцатого тура не общались. До этого, еще до объявления, говорили, вот бы нам сыграть друг против друга. Было бы интересно, здорово. Плюс они говорили, что давно не играли дома. И для них это будет большое событие, большой матч. В целом в Беларуси вообще подразбыли? Просто посещение? Не, не было. А сейчас ваши партнеры не приглашали вас. Пристись какие-то места, может, умеете погулять, будет время что-то показать? Нет, такого не обсуждали. Все знают, что это конец сезона. И, ну, видимо, у них какие-то планы. И плюс и мы после игры сразу в Москву. Было сообщение после вашего пола «Динамо» от Ивана Першича. Да. Потом дополнительно списывались с ним, может быть, помимо комментариев его. И как удивились ли ему? Нет, не удивился. Да, после игры общались. Я ему написал спасибо за поздравление. Пожаловал удачи в сборной. Вот, его вызвали на Евро. И так немножко посмеялись. Он смеялся с моего празднования. Будете за него болеть? В команде кто-то, как на «Деогене» в сборной имею в виду? И в крыльях он шучивает? Нет, ничего такого не было. Я уже до этого им рассказывал, что как и где я с ним познакомился. И что периодически общаемся. Поздравляем друг друга с голами, с победами. Будете болеть за «Шорватию» на Евро, раз там играете в «Першича». Ну да, мы симпатизируют эта команда. Плюс в России они достаточно удачно выступили. Поэтому буду, да, поддерживать их. Алексей Миранчук сегодня приезжает. Как способен будет встречать обладателя Кубка Европы? Честно, пока не знаю. Но поздравим его. Это большое событие. И давно российские футболисты не выигрывали. Вы в финале болели за «Талант». И хотелось, чтобы российские футболисты, которые давно россияне не брали в Евро-Трофею, наконец-то этот Евро-Трофей взяли? Ну, конечно. И плюс хотелось, чтобы вот эта серия «Байера» тоже закончилась. Почему? Ну, не знаю. Как-то, наверное, не совсем правильно, когда команда столько матчей проходит без поражений. И, не знаю, мне кажется, это вечный рекорд. Что касается игры против белорусов, вообще уже было ли у вас общение с тренерским штабом? Сколько, возможно, времени сыграете, учитывая дефицит крайних защитников в команде? Ну, действительно, три человека наверняка дадут поиграть побольше. Такого разговора не было. Кто будет сколько играть? Каждый старается, каждый пытается завоевать свое место. И по сопернику уже готовимся, уже теории, то есть уже разбираем их. Тот факт, что сегодня, ну, практически половина тренировочного процесса состояла из двух сторон. Это, наоборот, лучше для футболистов, когда меньше теории, больше практики? Ну, теория была до. Так, конечно, на поле здорово, когда игровые моменты ты воспроизводишь и тренируешь, что-то наигрываешь. То есть, мне в целом нравится такой формат. Спасибо. Спасибо. Удачи. Удачи.